мы пришли в икее в кафе нам по пути встретил сейчас наверно поедим бутерброд с кальмаром и с этими с креветками не хочешь чебата с креветками 190 рублей что тут еще интересно сырник 30 рублей сейчас завтрак наверно за 30 рублей сырник не хочешь сырники пойдем посмотрим что еще тут водичка вкусняшки всякие цель десерта с малиной пирожные ягодной 130 рублей так хотели здесь покушать нормально но сейчас пока здесь не работает какое-то оборудование взяли вот такой чебата с креветками по 190 рублей они вот такая вкусняшка вот и вот такой пироженку дан такая маленькая стоит 30 рублей лере вот и сок взяли сок сколько стоит сок 60 рублей стоит это шведские до флажки такие они что-то значит эти флажки не на и водичка за 50 рублей нет нет и бери его сейчас уже не вот на 520 рублей сейчас покушаем такой пусыдник от ничего нету может там дальше будет еще как не знаю можно какие-то шведские продукты купить попробовать вот 399 что фрикадельчик таки может домой взять лет фрикадельки попробовать дома на это мясо как котлетки маленькие что-то не видишь а это это типа соус может какой-то сухая смесь а сухая смесь а вот с этим с джемом фруктовый десерт джем брусничный говорят фрикадельки вот эти вкусные с этим джемом брусничным надо попробовать швеции из швеции тортики вкусные по 449 рублей так что еще в шведском магазине кофе есть шведская вам такой уже покупали карты вот это какой кофе жареный молотый для приготовления экспресс высшей степени да кофе вот такой папе возьмем сколько она стоит 250 рублей джем брусничный да давай его с мясом его вкусно попробуем с котлетками я люблю сладкое смесное а сколько он стоит что 250 а это что сироп для приготовления напитков из брусничной давай попробуем это сироп это делать а а это сироп для приготовления напитков черничный черники тоже 300 рублей он стоит это разбавлять это это джем а вот а вот сироп это разбавлять и пить вкусно водичку аккуратно а это сироп для приготовления напитка с экстратом цветов бузины ну ладно уже взялись черничка им что еще раз попробуем а это что напиток безалкогольный негазированная фруктовая на фруктовый напиток со вкусом глинтвейна и клюквы блин я такой люблю глинтвейн классный такой новогодний да сколько он стоит 250 рублей да это такое моего может нагревать хочу попробовать и и киевскую горчицу мягкая она не острой 150 рублей и кетчика у нас нет тоже давай киевский попросу так что еще есть еще давай какую-нибудь шоколадку мы такие не пробовали еще до адвент календаре такие там всякие скидочные карты них конфеты но дорогой 600 рублей но если выгодно если вы будете покупать на 10 ты что выгодно купить от 1000 рублей скидочная карта дано ты обжариваем фрикадельки сейчас мы попробуем и киевские продукты нулера пробы так это фрикадельки у нас мясные сейчас мы сначала попробуем с брусничным джемом я уже брусничный джем попробовала мне он напоминает клюкву нашу такой кисленький и вкусненький сейчас на кулера пробую я тоже попробую фрикаделька мягкая вкусная прям такая мягкая джема маловато надо побольше брать дай сам джем конечно кисленький кисло-сладкий я такое люблю так давай еще попробуем насыпни чуть-чуть горчички на кетчуп и себе сейчас при как покажу какие фрикадельки сделать где брали там три вида фрикадели овощные куриные и мясные вот у нас классические уже пакет остался классические фрикадельки по-моему а вот нарисована свинина говядина вместе с говядиной килограмм стоит около 400 рублей где-то вот давай пробуем у горчицы я так поняла не острая такая мягкая там даже где-то было написано не помню ну да обычно горчица такая не острая хорошая и кто любит острая конечно пройдет а кетчуп и давай еще попробуем еще одно это вот такой напиток сейчас перед новым годом набит напиток безалкогольный газированный ароматизированный шведский праздничный напиток попробуем сейчас этот напиток откроется пока лера открывает умеет мы еще от купили еще одну штучку не помню сколько это стоит 500 миллилитров это сироп сироп черничный пробовала я вот эту чернику развести вот во первых вот на такой графин сколько тут на литр полтора на обычный стандартный графин у меня ушло половина бутылки так что она не очень концентрирована этот сироп вот черника и на вкусом как-то я не ощущаю прям такой черники вот мы покупали в другом месте сироп очень вкусный прям черника вкуса это что-то мне не очень и больно по бутылке всего уже ушел а цена конечно не стоит этого давай на будем пробовать сейчас попьем сюда да я попробую что-то даже не знаю на чё похож вкусненько такой не сильно газированный вновь не бьет так слабенько газированной вкусно даже вкус не пойму на чё такой даже вкус ну необычный но вкусно и не сильно газированно прям хорошо так пьется приятно ну все наверное всем пока вкусная да так и Продолжение следует...